Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мисс Кейт. Меня зовут Ирина. Ну вот, обещанное видео, которое я вам обещала в инстаграме, именно о пустышках. Я собралась и взяла себя в руки и решила, что все, пора снимать. Пустые баночки выходят за собой. Если вам интересно узнать мое окончательное мнение после использования данных продуктов, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Первое, с чего я хочу начать, это с того, что я сейчас максимально быстро постараюсь вам рассказать свое мнение о данных продуктах, чтобы продуктах о том, чтобы просто его не затягивать, потому что продуктов на самом деле очень много и как-то сильно много времени у вас отнимать не хочется. Но если вам нравятся подобные видео, пишите комментарии, ставьте, конечно, лайки. И если вам нравятся длинные видео, я буду снимать более подробные длинные видео. Если вам нравятся максимально короткие, тоже пишите, интересно узнать ваше мнение. Ну что, погнали. Первое, я, конечно, сейчас быстро-быстро-быстро вам просто покажу все свои влажные салфетки, которыми я пользовалась, которыми сохранились в пустышках. Первое, я вам хочу сказать свое мнение о салфетках магазина Ильдеботе. Они мне приходили в заказах, как вы знаете, я совершаю, у нас в городе нет магазина Ильдеботе, я делаю онлайн заказы. Конечно же, у меня на моем канале тоже есть обзор данных заказов. Абсолютно примитивные обычные влажные салфетки, я их могу сравнить вот с этими салфетками от Котте из Фикс Прайса. Абсолютно идентичные, абсолютно одинаковые, ничем не выдающиеся. Единственное, здесь вот приятный аромат, не более того. И здесь их по 10 штук, достаточно быстро заканчиваются. Мои любимейшие антибактериальные салфетки, которые я покупаю практически всегда. И я вам могу сказать, что я их буду покупать, потому что они очень хорошие, замечательно пропитанные. И еще и написано, что они гипоаллергенные и антибактериальные, будем надеяться. И в принципе, они ни разу меня не подвели, и не было от них никакого раздражения на коже. Первый раз пробовала вот такие вот влажные салфетки от производителя Я Самая. Они идут у нас на бамбуковом полотне, будем надеяться. Но они такие, знаете, пупырчатые идут. И написано то, что они имеют природный антисептик с антисептическими свойствами. Их тут 15 штук. Покупала я их по акции в Магнит Косметик. Кстати, они представлены у нас в Магнит Косметик. Много сказать то, что в принципе достойные влажные салфетки, которые всегда должны быть под рукой. Потому что, ну, а тем более антисептик на сегодняшний день достаточно хороший. И я их набрала на акции достаточно много штук. Так что влажных салфеток у меня сейчас, слава богу, хватит на ближайший месяц точно. Так, что у меня еще закончилось? У меня закончились, так, какие-то сашиточки. Где у меня? Первая сашетка, которая у меня закончилась, это от DAF. Называется интенсивное восстановление бальзама поласкивать с технологией кератин-репэр. То есть, получается, волосы должны быть с ними напитанными и прямыми. То есть, и так как это бальзам, они должны быть мега напитанными. И компания DAF, они позиционируют себя как таким питанием и, по-моему, таким каким-то восстановлением. Но сколько бы я ни брала продукции компании DAF, именно выходит за волосами, ни один продукт не выстреливал. Поэтому еще один лузер, которым я воспользовалась, ничего на моих волосах не сделал. Я просто нанесла, подождала, смыла и все. И все, девчонки. И ушел на меня в никуда. Поэтому никак советовать его не могу. Как-то вот, ну, не впечатлило меня средство. Следующее, так, еще одно. У меня их было штук семь. То есть, две штуки только дошло. Средство виновник. Почему я долго не снимала видео? Это видео, это вот этот вот кремушек, пробничек от фирмы Фрошлайн. Он у нас называется Афина. Крем дневной для лица. Он идет dry cream, но dry skin. Он идет с антиоксидантами. В общем, этот кремушек сделал так, что я превратилась в 15-летнего подростка в период полового созревания. То есть, я была вся в прыжечках и очень-очень долго, и сейчас, на сегодняшний день, я до сих пор пытаюсь убрать все следы данного кремушка. Ну, не пошло мне как-то вообще совершенно, как-то вот, ну, нет. Или, может быть, вот на вот это средство. Потому что после вот этой маски на следующий день утром я пользовалась вот это вот. Ну, хотя, кто его знает, посмотрим. Но, опять же, вот это вот от Ecolab. Это идет ультра увлажняющая гель-маска для лица с морскими минералами. Производитель нам говорит, что эта маска интенсивно увлажняет кожу, улучшает цвет лица, предотвращает появление морщин. Активные ингредиенты фиалка, миндаль, морской источник, комплекс витаминов, морских минералов, точнее, витамин С. То есть, витамин С, он способствует, ну, да, вот этому предотвращению появления морщин, потому что он предотвращает именно старение кожи. Витамин С, морские минералы тоже хорошо работают на коже, фиалка и миндаль, это масло, они тоже, в принципе, неплохо работают. Я ее наносила и по своему инстаграму я оставляла. Конечно же, подписывайтесь, проходите, и вы увидите, у меня там красивые в маске из FixPrice. Так вот, я наносила именно вот эту вот масочку, могу сказать, одно, дико круто увлажняет кожу. Почему я летом в период сухости с ней не познакомилась? Сейчас хочу ее приобрести в полном размере, но если где-то получится, мне дадут несколько пробников, таких я тоже не огорчусь, потому что здесь пробник в 10 мл, и данной масочке хватит нанести на 2 раза. Хорошая маска, я ее делала вечером, умывалась, не наносила больше никакой на себя крем, утром вставала, в принципе, кожа была увлажненная. Но что-то меня побудило еще ее больше увлажнить, и поплатилась я об этом, этим прыщами. Хорошая, в принципе, маска, у меня никогда ее наносила, не было ни жжения, ни никакого, знаете, зуда, покраснения после ее использования. Очень нравится, называется Эко-Лаб, смело могу ее, в принципе, вам, девчонки, порекомендовать. Следующее, что у меня закончилось, это маска, которую я наносила, это называется Лук с зеленым чаем. И могу вам сказать, девчонки, так, классно пахнет зеленым чаем, тоже о ней уже я рассказывала о своих фаворитах именно лето. Ссылочку на это видео я оставлю. Могу вам сказать, что это классная маска, которую нужно держать 30 минут, и кожа после нее действительно увлажненная, и все высыпания, покраснения, они немножко укасают. Следующее у меня, что закончилось для волос, тоже в такой сошетке, это облепиха Сибирика, для всех типов волос максимальный объем. Здесь идет 500 миллилитров, девчонки, это просто то, что меня удивило. Вообще, к облепихе Сибирики, вообще к натуре Сибирики, я отношусь крайне скептически, вот крайне. Потому что вот это все бла-бла-бла о том, что оно все восстанавливает и супер натурально, и стоит 3 копейки. Я всегда говорила, да вы что, смеетесь? А когда я ее купила, когда я ей воспользовалась, использовала я ее до конца, несмотря на то, что я не люблю ароматы облепихи, я ее воспользовалась и ей, девчонки, до конца. И мне очень понравилось, я вам скажу больше. Следующее видео будет о покупках, и там этот шампунь будет фигурировать. Я взяла только, к сожалению, один шампунь бальзама не было, но это все в покупке. Вернемся к этому. Тоже он у меня присутствует в фаворитах именно лето. Переходите по ссылке, смотрите, я там более подробно о ней рассказываю. Но в оправдании того, что это реально классное шампунь, я могу сказать, что я уже повторила новую. И присмотритесь на вот этого красавца, запомните его в лицо и, конечно же, купите. Он стоит 3 копейки, но он работает на ваших волосах, и это очень круто. Следующее, что у меня закончилось, то, что я обязательно куплю и желательно в полной упаковке, точнее в пачке, где они там продаются по 5 или по 10 штук в упаковке, это Дизао Натурал гидрогелевые золотые патчи для глаз с гиалуроновой кислотой. Девчонки, они реально хорошо увлажняют. А если ее держать в холодильнике, к примеру, то при пухлости, ну как я делала утром, я утром встаю, смотрю, мне хочется кожу увлажнить, я такой, знаете, сонный енот, у меня под глазами такие, знаете, при пухлости, но это склонности у меня, потому что я очень люблю пить чай вечером. Вот, ну это мой большой минус и мой плюс, наверное. Ну так вот, и вот эти вот патчи, если их держать в холодильнике, они вот эти при пухлости убирают, а так как они гидрогелевые, здесь очень много вот этой вот пропитки, которая здесь есть такой, ну не гельчик, а жидкость какая-то, они замечательно увлажняют. Производитель говорит то, что их нужно на 30 минут наносить на лицо, я его наносила чуть-чуть поменьше, где-то минут на 20, это минимальный порог его использования. 2-3 раза в неделю пачки, мне это хватило на 2-3 раза в неделю. Смело могу порекомендовать, хорошие патчи, и стоят они в пределах 100 рублей на сегодняшний день, девчонки, это, ну, хорошая цена, могу вам сказать. Так, закончились у меня вот такие, точнее, ну как закончились, я их купила, но уже пересыпала, но выбрасываю. Это ватные палочки я сам, и что-то в последнее время я покупаю именно их, потому что из всех ватных палочек они меня очень-очень сильно устраивают. Хорошие палочки, они твердые, и вата намотана ровно столько, сколько нужно. Могу смело порекомендовать, и цена на них крайне бюджетная. Ну, кто меня смотрит давно, Ира не может обойтись не в покупках, Ира не может обойтись в пустых баночках, в уходе за собой без глины. Это да, у меня голубая глина косметическая, долго говорить не буду, вы знаете то, что я очень сильно люблю, и всем всегда ее советую. При любом типах кожи использовать глину, и будет вам все здорово. Следующее, что у меня закончилось из гаджетов, это спонж-конжалку из магазина Фикс Прайс. Я его покупала еще в прошлом году, могу сказать, что это классный спонж. И с помощью этого спонжика, я хочу вам сказать, я избавилась от нужды пользоваться именно скрабами для лица и пилингами, потому что вот это средство, оно помимо того, что хорошо очищало, оно замечательно еще скрабировало кожу. Ну, как-то вот так вот, девчонки. Почему я его выбрасываю? Да потому что у меня Кирюшка добрался до вот этого спонжика на полочке, и просто помыл свои машинки, и поэтому машинки все чистые, а мама осталась без гаджета. Так что вот так вот, мамочки, держите-то все свои гаджеты повыше, чтобы дети не доставали. Но я это тоже себе взяла на заметку на будущие разы. Так что вот такой вот спонжик из магазина Фикс Прайс подходит для сухой, чувствительной, жирной проблемной кожи, когда нет особых высыпаний, хорошо очищает и отшелушивает кожу, еще раз повторюсь. Следующее, что у меня закончилось, это мыло от Камэйт. Сумасшедший аромат, длительный завораживающий аромат, черной орхидеи, масло почули. Я просто с ума схожу от этого аромата. Хватает нам его на 2 недели ровно, потому что мне Кирюшке нравится мылить руки, и оно у нас очень быстро заканчивается. Минус того, что это мыло очень быстро намокает и очень быстро смыливается. Его здесь 85 грамм, но как-то оно у нас очень быстро заканчивается, но оно очень крутое, кожу рук она не ссушит, и я готова его покупать постоянно. Если на акциях, то вообще глубодорого. Следующее, что у меня закончилось, это вот такая вот Омила. Это средство для жидкости для снятия лака. Хорошее средство, его здесь 150 миллилитров, цена его была в Магнит Косметик, как сейчас вспомню, 55 рублей. Замечательно снимает лак. И хочу сказать, я делала себе педикюр именно со стразиками. Хорошо снял, убрал, все, и нет никаких к нему нареканий, обязательно еще раз его куплю. Следующее средство, что у меня закончилось, это были вот такие вот, что это у нас, ватные диски от Белла, бережный демакияж. Они у нас идут, как нарисованы здесь, прошитые, с одной стороны ровные, с другой стороны с такими пупырышками, волнами. Обычные ватные диски, которые в принципе нормальные, я хочу вам сказать, в принципе они нормальные, и на них стоит потратить, там, эти 40 рублей, и мне нравятся они. Покупаю их уже второй раз, кстати. Следующее, что у меня закончилось, у меня закончился антисептик от Доктор Пров, покупала я его в Магнит Косметик. У всех, у кого есть магазин Магнит Косметик, бегите покупайте его на акциях, потому что он действительно состоит из 92% здесь алкоголя, и он действительно дезинфицирует, и даже когда у меня были такие, знаете, царапки, я помню, поцарапалась на улице, им побрызглась, действительно, вот как спиртом прижгла, и никакого воспаления дальше не было. Смело могу порекомендовать, помпочка ни разу меня не подвела, и всё, до последней капельки он на меня выбрызгал. Могу смело порекомендовать мамочкам на улице, да вообще, вот всегда сейчас в наше время антисептик должен быть, потому что, ну, сложилось такое-то, что очень много везде всяких бактерий, а я вообще не люблю бактерии, вы знаете, я всегда всё, мне надо, чтобы всё продезинфицировать, всё везде очистить, всё вымыть, так что как-то вот такой вот я помешанный человек на антисептиках. Следующее, что у меня закончилось, это чистая линия, я вам не успела показать в покупках, показываю в пустых баночках, это серия «Идеальная кожа», цинк, мята, ромашка. Я тоже снимала о данном продукте уже обзор, ссылку на него я оставлю, могу сказать вам, достойный гель для умывания, и если его купить на акциях, на скидках, то вообще очень здорово, мне понравилось. Я, кстати, это не первый раз уже беру данный гельчик для умывания. Следующее, что закончилось, это у моего супруга «Лориаль» гель для бритья против раздражения. Моему мужу он не очень сильно нравится, он очень быстро заканчивается, больше всего ему нравится именно «Невея», но мы его купили, точнее я его купила, потому что на него была хорошая скидка, я его взяла. И всё, какой аргумент, ну, больше мне муж сказал его не покупать, что надо будет запомнить и даже на акциях его не брать. Закончилось масло у меня от масла виноградных косточек, кто меня смотрит давно, вы знаете, то, что в осенне-зимний период я люблю умывать лицо, демакияж делать именно с маслами. И в прошлом году я делала с облепиховым маслом, в этом году в магазине «Фикс Прайс» я ещё пока не встречаю огромных бутылей с маслом, поэтому взяла аптечный виноградных косточек, хорошо растворяет макияж, замечательно, нет никаких раздражений, нравится, и смело могу порекомендовать тоже всем снимать макияж с глаз. Хорошо растворяет тоже, кстати, масло, но единственное, после него надо прям хорошо-хорошо очищать кожу какими-то гелями для умывания, чтобы просто не было плёнки на лице, потому что, ну, это же макияж идёт. А гидрофильные масла, кстати, так я ещё и ни разу не попробовала, так что надо будет как-то себе где-то вот сделать пометочку, купить гидрофильное масло и просто сравнить с обычными маслами, как они будут работать. Если вы пользовались какими-то гидрофильными маслами, тоже пишите в комментариях, чтобы я их посмотрела, может быть, себе их прикуплю. Следующее, что для очищения у меня закончилось, это термальная вода от Aven для чувствительной кожи, здесь объём 400 мл был. Очень сильно мне нравится эта мицеллярная вода, но её огромный минус заключается в том, что она дико дорого стоит. Это расходный материал, по большому счёту, мицеллярная вода, это не макияж, да, у нас, но дорого она стоит. Если у вас бюджет позволяет тратить денежки на мицеллярные воды, я вам могу порекомендовать именно мицеллярку от Aven. Очень круто вычищает именно всю грязь и спор, вот этот вот пудры, тональный крем, консилер, всё снимет, всё уберёт. Единственное, что под глаза я не рекомендую это наносить, потому что немножко, ну, именно мою кожу под глазами, оно немножко жгло. А так очень хорошее средство, но единственное, что оно очень быстро заканчивается, у него очень удобная помпа-дозатор, вот этот вот идёт керметично, ну, нравится мне средство от Aven, что тут сказать. Так, следующее, что у меня закончилось от Aven, это идёт у нас термальная вода. Девчонки, я, вот, я и поливалась всё лето, и частью осени. И знаете, что в нём круто, вот в этой термальной водичке, он очень классно увлажняет, но если у вас есть прыщички, он очень хорошо их подсушивает и убирает. Так что смело могу порекомендовать у всех, для всех, у кого чувствительная кожа, склонная к раздражениям. И ещё, знаете, круто, что им пользоваться, когда, к примеру, если у вашего супруга после бритья есть раздражение, вы тоже, в принципе, можете ему купить вот эту штучку от Aven, чтобы он просто наносил на кожу, где он бреется. Очень хорошо помогает, спасает от всех возможных раздражений. Я её ещё раз куплю. Это не реклама, это вот, ну, нет тут рекламы, это единственное моё пользование, результат моего пользования, я могу смелому девчонке его посоветовать. Очень хороший спрей, который очень мелкодисперсный и замечательно вы комфортно себя чувствуете. У вас не будет, знаете, вот эти вот, как будто вода по вам стекает, и вы под душем были. Очень мелко и замечательно, быстро впитывается, очень круто и освежает, и вообще мне нравится. Я прям кайфую от этого спрейчика. Так, что у меня ещё закончилось для лица? Для лица у меня закончился вот такой вот тоник от Clinique, и я на самом деле прям сожалею, что он у меня закончился, потому что он мне очень сильно понравился. Он у нас для нормальной и склонной к сухости кожи отшелушивающий лосьон, двоечка. Он очень деликатно отшелушивает, и здесь содержится салициловая кислота. Что она делает? Она просто осветляет пост-такне, она потихонечку отшелушивает, убирает вот эту вот кожу, которая тёмная была после прыжчика, и потихонечку у вас прыжчик уходит. Мне нравится то, что хорошо она суживает поры в тех местах, где есть, к примеру, расширенные поры, хорошо с такнательно сужаются. Вечером, утром, когда вы наносите, реально такое впечатление, что вы вот голову в лёд опустили, потому что очень освежает, просто очень. Вот этот вот спирт, который содержится, он очень освежает, но он быстро улетучивается, поэтому, в принципе, кожа не пересыхает. Но единственное, здесь вот такое вот горлышко, и продукты всегда уходят очень много, намного быстрее, чем заканчивается. Вот если бы тут была, знаете, вот эти вот, как вот просто такая вот дырочка, вот такие, знаете, заглушки есть дырочка, наверное, бы он намного дольше у меня был, мне так кажется. А так очень много продукта уходило, но я смело могу порекомендовать всем, у кого есть склонность к высыпаниям, присмотритесь к вот этому лосьону, он очень хорошо работает на коже, прям очень, мне понравилось. Так, следующее, что у меня закончилось, это средство гель для душа от Ифраше с ванилю, это их старая версия, долго говорить о нём тоже не буду, могу только сказать, классный гель для душа, он не сушил, он классно пахнет, и сейчас, он давно у меня уже такой вот открытый, сейчас я пахну ванилю. Сумасшедший классный гель для душа от Ифраше, я их заказывала, и буду заказывать, и вам смело могу рекомендовать. И я ещё вот эти гель для душа использую как пену для ванн, немножко наливаю, и действительно очень много пены, и нет нужды покупать себе какую-то доппу пену в уходе за собой. Так что смело могу порекомендовать, к сожалению, компания Ифраше, они сделали ребрейдинг, и теперь вот такой вот старой версии нет. Старая версия мне намного нравится лучше, чем предыдущая, чем новая, точнее, их серия. Так, клея Вита Абомен, нет, просто клея, это у нас шампунь, баланс жирности, кожа головы стоит, тросовой эссенцией, в объёме 400 мл, из плюсов сразу же скажу, он очень круто смывает масляные маски, он очень круто пенится, после него нет перхоти зуда, волосы после него блестящие, и в принципе, неплохой такой шампунь. После него у меня, я его наносила, и после него, я по-моему, даже никакой маски на волосы, и бальзам не наносила, и волосы выглядели очень прилично. Могу сказать, то, что если я мыла волосы, к примеру, утро, к вечеру у меня не было жирности, такой, знаете, как сосульки. У меня, я помню, был шампунь от белорусского производителя, в такой вот оранжевой упаковке с аргановым маслом, это шампунь, с которым, я помню, намучилась, потому что я наносила его на волосы, к примеру, утром молла волосы, а вечером у меня были жирные сосульки. Так вот, вот с этим шампунем такого нет, хотя здесь, конечно же, присутствуют какие-то силиконы, очень круто, кстати, он пахнет, волосы с ним очень классно, хорошо выглядят, мне понравились, я им пользовалась пару раз, в большей степени у меня им пользуется мой супруг, как-то вот, ну, я ему всегда покупаю вот эти вот клея, мне кажется, что они все идут от перхоти, они идут какие-то такие вот своеобразные, я люблю немножко другие шампуни, так что, хороший шампунь, в принципе, достойный продукт. Следующее, что закончилось, это от Сибирского здоровья натуральное фитомыло для женской интимной гигиены, очень хорошее мыло, прям очень, это вторая моя упаковка, она у меня закончилась, я пойду покупать третью. Девчонки, не нарушает баланс микрофлоры, который находится в тех местах, для какого, для чего мы покупаем данное средство, хороший антисептик, антибактериальная, его можно использовать даже беременным, его можно использовать после бани, после бассейна, хорошо дезинфицирует, его можно использовать даже в критические дни, очень крутое средство, хороший состав, его срок годности после использования 6 месяцев, пользоваться можно как мужчинам, так и женщинам, он достаточно густой, приятно пахнет елочками, но могу сказать, что вот эти шишки елочки, они пахнут только здесь, никак вообще не отражаются тем, чтобы как-то выпахли йогой, к примеру, но классный гель для мытья интимных мест, но мне очень сильно понравился, могу смело вам, девочки, всем его порекомендовать. Так, следующие два средства, которые у меня закончились от Ифраше, первое, это вот этот вот уксус, порекомендовать могу всем, у кого жирные волосы, у кого вот кожа головы жирная, замечательно, он сработает тем, чтобы просто немножечко подсушить ваши волосы, вашу кожу, могу сказать, но если у вас свои нормальные волосы, его можно использовать там раз в неделю, для того, чтобы просто волосы как-то блестели, у него, конечно же, сумасшедший аромат малины, у этого уксуса растительного для волос, и, девчонки, в принципе, для жирных волос, еще раз повторюсь, хорошее, дает блеск на волосах, но как-то вот для своих волос, у меня не получилось до конца использовать, потому что я его пару раз воспользовалась, а потом про него просто забыла, и срок годности из него уже вышел, поэтому я его выбрасываю, но так вот для жирных волос подойдет, а для нормальных сухих лучше не нужно, то средство, которое я уже сейчас закажу, это вот это вот масло, это у нас идет масло для восстановления волос, бабосуз жжоба макадами, 150 миллилитров, сумасшедший запах просто, девчонки, он так вкусно пахнет орешками, он такой крутой, он так классно восстанавливает ваши волосы, буквально за 20-30 минут ваши волосы просто очень круто выглядят, я его наносила на всю длину, перед мытьем волос практически в те дни, когда я мыла волосы, и ни разу меня не подвело это средство, я просто могу сказать, что это очень крутое средство, если его покупать на скидках, то оно еще очень круче будет работать, если вы, к примеру, занятой человек, и у вас просто нет времени сидеть по 2 часа с этими масляными масками, что-то, знаете, вот это сидеть, придумывать, как бы вечером это все сделать, либо на утро, либо спать, не дай бог, с масками масляными, просто присмотритесь к этому и фраше, утром встали, нанесли, если вы по утрам моете волосы, на 20 минут нанесли это все, пока вы там себе кофе сварили, потом пошли помыли волосы, нанесли свой бальзам, и волосы очень круто выглядят, на окрашенных волосах хорошо, мне кажется, будет выглядеть, на обычных волосах, на не окрашенных, ну классное средство, больше о нем ничего сказать такого, он ему действительно очень хорошо восстанавливает волосы, после солнца меня оно просто спасло, потому что в течение лета я вообще маслами не пользовалась, и как-то, знаете, просто потому что, ну, я знала, что у меня дома есть это маслице, и еще одно масло, я просто не хотела ничего больше себе покупать, а когда я вернулась домой, я просто его практически каждый раз пользовалась, и волосы после солнца, когда они были пересушены, я хочу вам сказать то, что у меня оно спасло, Классное средство, я его обязательно куплю Следующее, что у меня закончилось Это, точнее, не у меня Моего сына И показываю здесь, потому что показать его больше мне негде И, скорее всего, я еще пост делаю в своем инстаграме Это такой вот витаминный бальзам Лопу топ Лопу топ Да, с вишневым соком Здесь очень хороший состав, девчонки Могу сказать, что здесь присутствует Вытяжка Водная вытяжка Сок вишневый концентрированный Плоды шиповника, скорлупа грецкого ореха Плоды рябины Чебрец, плоды бояришника Листья черной смородины И присутствует лимонная кислота Я его сейчас ребенку даю в осенний период Потому что, чтобы его иммунитет был Более, знаете, более сильный Здесь очень много витаминов Именно таких, знаете, как витамин С Который поднимает наш иммунитет И я еще куплю своему ребенку Одну, ему нравится ее пить И в период, когда мы заболели Я ему его давала Он намного быстрее выздоровел Поэтому, мамочки, присмотритесь к этому средству Мне оно понравилось И я его еще куплю И думаю, может быть, самой попробовать попить Хотя у меня на вишню аллергия Ну ладно Так, что я себе куплю в хотелке Это вот такой вот кушон От Estee Lauder Это у нас идет W Nude У нас кушон стик Это их новинка 16-го По-моему, 16-го года Да, идет Классное средство Просто классное, 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 классное Кожа с ним сияет Кожа с ним классная Очень круто выглядит Для жирной кожи замечательно Мне кажется, подойдет Потому что она немножечко даже Где-то рядышком идет С Dior Forever По своим ощущениям После того, когда распределяется Он превращается в такую пудрочку По крайней мере, на моей коже Ну, попробничку в полтора миллилитра В принципе, мне понравилось Обязательно Если мне пришлет в подарок Опять при каком-то заказе Такую штучку От Estee Lauder Я буду вообще мега доволен Так что мне очень понравилось Закончилась тушь от Chanel Demation de Chanel Могу сказать Это моя сейчас любимая тушь У нее обычная щеточка Делает очень крутые ресницы Единственное, туши Chanel Они очень быстро подсыхают И вот эта тушь не исключение Проходит буквально 2-3 недели И она подсыхает Но реснички с данной тушью Выглядят просто невероятно круто Они такие длинные Они густые Знаете, они театральные какие-то Ну, правда, очень крутые И с этой тушью можно моделировать реснички Если у вас такие же ресницы, как у меня От природы прямые Я ее просто наношу Ставлю реснички так, как мне нужно И я весь день выгляжу так Мне очень сильно нравится Очень глубокий черный цвет Достойная тушь Она не сыпается, не отпечатывается Очень хорошо выглядит Закончился мой любимый карандашик От доктор Пьер Рико Если будет что-то видно Его сейчас, к сожалению, у них уже нет Но это был мой любимый карандаш Действительно Он даже с сегодняшнего дня Он красиво пишет Действительно подходит мне по цвету волос Классно смотрелся на бровках Он не отпечатывался Достаточно долго держался Но единственное, что вот он у меня закончился И если будет на сайте опять Пьер Рико представить данный карандаш Я, конечно же, несколько штук сразу же куплю Следующее, что у меня закончился Такая вот манюнька аромата От Versace Crystal Noir Я о нем, наверное, сниму более отдельное видео Чтобы рассказать свои ощущения о данном аромате Но могу сказать то, что этот аромат У меня очень-очень давно Я его себе покупала, когда я еще училась в школе Мне нужен был какой-то вечерний аромат Но почему-то я выбрала вот именно вот эту манюньку Так что он у меня закончился, к сожалению Но видео о нем я сниму, наверное, отдельно более подробное Закончился, наконец-то, аромат у моего супруга От Jimmy Cho Home Девчонки, моему супругу очень сильно нравится Я вам в предыдущих видео показывала о покупках этого аромата Моему супругу очень сильно нравится данный аромат Понравился, по крайней мере Он такой рабочий, как он сказал, рабочий аромат Что я могу от себя сказать? Но для меня нет, я не люблю этот аромат Здесь очень много содержится кофе, рома, табака и кожи Не очень я его полюбила Но он у меня закончился Благо было всего 10 мл И буквально за недельки Две мой супруг это все сбрызгал Так что ура-ура, закончился И ушел в лето использование Так что я вам скажу, что больше таких ароматов нет Я его точно больше не куплю Все, девчонки, фу, большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца Все, рассказала, показала Пишите, конечно, свои комментарии Ваше мнение, чем-то, может быть, вы пользовались И у вас какое-то сложилось мнение Мне, конечно, интересно будет почитать И обязательно напишите, нравится ли вам такого рода длинные видео Либо мне их как-то лучше просто резать и поменьше болтать Если вам понравилось данное видео, поддержите меня пальчиком вверх Не забывайте, конечно же, подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео Также подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить там какие-то интересные моменты Может быть, что-то интересное для себя вы там почерпнете Я, конечно же, вас всех люблю, целую И берегите себя и своих близких А мы с вами увидимся в скором будущем новом видео Всем пока-пока